МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итак, всем привет! Я Женя. И 16 января 2015 года мне пришло письмо из Хогвартса. For those who don't speak Russian and don't understand Russian, I got my letter from Hogwarts two years ago. And that's also a teaser. Like for those of you who would like to watch my story with subtitles on a website later on. Итак, мне пришло письмо из Хогвартса. Ну, не совсем из Хогвартса, но, я думаю, ощущения у меня были бы те же. В моем письме говорилось о том, что меня выбрали одной из многих для участия в волонтерском проекте в Ирландии. И согласно этому проекту я должна была один год провести в Дублине, работая в организации Friends of the Elderly, которая работает с одинокими и социально изолированными пожилыми людьми. И, собственно, моя задача была сделать этих людей чуть менее одинокими и чуть менее социально изолированными. И я мечтала о такой возможности очень давно, поэтому вот отсюда и сравнение с письмом из Хогвартса. И, как любой нормальный человек, после получения письма из Хогвартса я начала строить грандиозные планы. Мне казалось, что я была уверена, что моя жизнь кардинально изменится. И не только моя жизнь, а и я смогу изменить жизни многих людей, потому как это то, что делают волонтеры. Они меняют мир к лучшему и помогают людям. И до своей поездки, еще до отъезда, я начала шести кучу информации. Я просто читала блоги, я общалась с другими волонтерами, которые работали до этого в этой организации. И я уже ехала в Ирландию с вот таким вот огромным списком идей и планов, проектов, которые я хотела реализовать. Скажу сразу, что за весь год из этого списка мне не удалось реализовать ничего. Вот совсем. Например, на клуб рукоделия приходила только одна женщина. На киноклуб приходило двое людей, и один из них в основном спал. Вот, на некоторые проекты у нас не было денег в организации, а какие-то другие мои идеи, в принципе, не нашли поддержки и откликают других моих коллег-волонтеров. Но это было позже. А пока, в принципе, мне работы хватало. Например, каждый понедельник я ходила в гости к бабушке по имени Кейтелин Кей. Ей 96 лет. И она очень забавная, наверное, самая позитивная бабушка, которую я когда-либо встречала, которая никогда не жалуется ни на что. Это уже как бы событие. С ней мы пили чай, болтали о ее жизни, ходили гулять, потом снова пили чай. По вторникам я ходила к другой бабушке по имени Гита. Это была самая депрессивная бабушка, которую я встречала в своей жизни. Ну, в плане того, что у нее действительно была тяжелая жизнь, у нее было несколько попыток суицида, и у нее было плохое здоровье. В принципе, я понимаю, почему она все время была расстроенная. И ничто ее особо не радовало, кроме прогулок по вторникам в парк и бокала вина в ресторане каждый вторник. По средам у нас был клуб, куда приходило 60-70 человек каждую неделю. И они пели, танцевали, сами играли на музыкальных инструментах на всех, в том числе и барабанной установке. А мы им снабжали чаем, печеньками и мороженым. По четвергам у нас был клуб новых технологий. Потому как вы все знаете, что пожилым людям тяжеловато с технологиями. И мы этим занимались, что помогали им. Зарядиться в фейсбуке, в скайпе пообщаться со своими родственниками, купить книги по вязанию на Амазоне. Такое тоже было. А по пятницам я ходила к своему любимому, наверное, хотя так нельзя говорить, нет, но к очень классному дедушке по имени Николас, с которым мы очень много говорили про политику, про историю Ирландии. И тоже пили чай, и тоже ходили гулять, и снова пили чай. И так каждую неделю, каждый месяц на протяжении всего года. И вот в какой-то момент я поняла, что все-все-все мои городезные планы и большие классные идеи, которые я себе планировала, они вот плавно перетекли в чай и прогулки по Дублинским паркам. То есть это все, что я делала. Пить чай, гулять. Пить чай, пить вино, гулять. И вот я думала, это, конечно, прикольно, это вообще классное времяпровождение, я люблю чай. Может, не в всяких количествах, но люблю. Но это было не совсем то, как я себе представляла волонтерство. Все-таки мы все привыкли, знаете, к этим идеям о том, что ты меняешь мир, ты там жертвуешь или там собираешь вот просто тысячу-тысячу долларов на какие-то проекты, ты роешь колодцы в Африке, ну что ты делаешь очень-очень такое большое и заметное, которое вот все видят, и ты сам видишь результат. А я этого не видела, и для меня это было большой проблемой, потому как мне казалось, что я здесь провела почти год, и ничего не поменялось. То есть, да, все старички были очень всегда рады и чаю, и поболтать, и пожаловаться, и погулять, но вот мне хотелось оставить что-то и после себя, потому как я понимала, что я уеду, и все. То есть, как бы у них все будет по-прежнему. И, собственно, вот с такими унылыми мыслями я уже заканчивала свой проект, и мне казалось, что все, вот я уже разочевала себя, как в волонтере, и, ну что ж, ничего я не поменяла. Но вот за месяц до моего отъезда случилось что-то для меня очень необычное. Вот как в трейлерах обычно тоже там говорят, и это изменило все. А я, как обычно, пришла в гости к одному из своих подопечных, это был Николас. И он мне такой говорит, слушай, вот мы с тобой так много говорили про путешествия, про прогулки, и я вот вчера знаю, что сделал. Я вдохновился, я сел на автобус и поехал в центр Дублина. И погулял там по местам Блой Славы, зашел, погулял около своего универа, около места работы, и зашел в Макдональдс потом пообедать. Возможно, для тех, кто не знает Николаса, это, ну, небольшая новость, ну, окей, дедушка сам пошел погулять в Дублин. Но Николас на тот момент не был в центре Дублина уже больше трех лет. Почему? Потому как он наполовину парализован, и он не может самостоятельно передвигаться, и для передвижения ему нужен либо специальный ходунок, ходунок, вы знаете, такие, как в фильмах, возможно, видели, либо же инвалидная коляска. То есть он сам впервые за три года сел на инвалидную коляску, сел на автобус и поехал в центр города. То есть для меня это было большое событие, потому как, как он сказал, это было после наших разговоров и после наших прогулок, вот у него появилась такая идея и смелость поехать и погулять самому. И я уже была рада, то есть мне уже казалось, блин, все-таки что-то действует, вот все-таки я не зря здесь приехала, вот я что-то меняю, я кому-то вот что-то помогаю вот как-то жить немножко лучше. И вот буквально через пару же дней я была в гостях у другой моей подопечной, окей, и она мне говорит, слушай, я вчера сделала одну сумасшедшую вещь. Я вышла на улицу и пошла гулять, вот прямо по улице пошла, и не останавливалась, и долго-долго-долго шла, пока не заблудилась. Вот, а Кей на тот момент была 96 лет, и с памятью было у нее не очень, поэтому заблудиться ей было очень легко. И дошло до того, что она начала спрашивать прохожих, где вот эта вот улица, на которой она живет, никто ей не мог подсказать, поэтому она позвонила своему сыну, который выехал на машине, нашел ее и все-таки привез домой. Но поразительно, она была счастлива, потому как она, несмотря на то, что она, конечно, создала кучу проблем людям вокруг нее, там заставила поволноваться всю семью, но она была счастлива, потому как она смогла сама выйти погулять. А до этого, когда мы с ней говорили про всякие путешествия, прогулки, она была шокирована, что я могла гулять сама по Дублину. То есть, как это? Там без друзей, без молодого человека по Дублину гулять кошмар. Вот. И, наверное, эта ситуация меня впечатлила еще больше, потому как эта женщина была, которая сама никогда, в принципе, не походила на улицу далеко. И она тоже взяла и пошла. Вот почему-то ее вдохновило на вот такое путешествие и приключение. И в эту секунду, ну почти в эту секунду, я поняла, что вот все-все-все эти недели, когда я приходила к ним, и мы выходили погулять ненадолго. Поэтому мы пили чай и обсуждали разные истории, в том числе и мои путешествия. И все вот эти вот маленькие-маленькие-маленькие моменты, они в какой-то момент вот соединились в одно такое вот большое позитивное влияние. Пускай это косноязычное немного звучит, но вот все эти маленькие-небольшие встречи, они вдохновили в итоге сделать для себя что-то очень непривычное, что-то, чего они боялись. И не сделали бы, если бы не было этих наших встреч. И именно в этот момент я поняла, почему так все говорят, что когда ты становишься волонтером, тебе не обязательно менять весь мир. Тебе можно просто повлиять хотя бы на одного человека, хотя бы на один день. И это уже будет успех. Ну, а мне так получилось, что я повлияла аж на двоих человек. И это, собственно, сделало меня счастливым волонтером в конце моего срока. То есть это история. АПЛОДИСМЕНТЫ